Мы начинаем. Всем доброго времени суток. Кто где находится, на какой стороне карантина, по какую вы красную зону, желтую зону, вы, я не знаю, в Нагорном Карабахе или в Бруклине, уже непонятно, где хуже, где лучше. Дамы и господа, карантин закончился или нет, я не имею представления, потому что политикой я не занимаюсь, но если вы в полном шоке от того, куда вы попали, то вы попали на еженедельный урок по книге Тани. Книга Тани, основная книга хасидизма, которую мы начали учить много-много-много лет назад, и Бору Хашем, когда ползли до четвертой части, а в этой четвертой части на прошлом уроке мы начали четвертую главу. Да, мы, конечно же, движемся очень медленно, но это медленное движение нами, оно оправданно, потому что эта книга, когда Алтаребе выбирал каждое слово, каждую букву, есть целый рассказ о том, как он в первой части книги Тани, он шесть недель думал о том, написать слово «ацелут», что является названием высшего духовного мира, сокращением с буквы ВАВ или без буквы ВАВ, поэтому здесь действительно есть над чем поразмыслить, куда раскинуть мозгами и где порыться с собаки. Это именно то, чем мы занимаемся, медленно и углубленно изучаем книгу Тани. Если вам интересно, то это 29-я лекция по четвертой части Тани книги Игрса Койдыш, мы учим четвертую главу, вы можете зайти на мой канал на Ютубе Ашер Алтшул, все очень просто, нигде не маскируясь, подписывайтесь, делитесь другими, там можно посмотреть все предыдущие лекции, как и полностью весь комплект, там из 120 чем-то, по-моему, лекций, около 120 лекций на предыдущую часть Тани книги Игрс Чува. Но мы с вами продолжаем Игрса Койдыш, и как я уже неоднократно говорил, это не одна книжка, не одна цельная книжка с одним общим сюжетом. Игрса Койдыш, так как и переводится Святое Послание, это набор писем, не одного письма, а множество писем, которые каждый из них говорит на другую тему. Поэтому, если мы говорили с вами в самом начале, что если можно увидеть какую-то общую канву под всеми этими письмами, то они описывают различные аспекты хасидского образа жизни, на тот момент только за раздающейся появляется все больше и больше хасидских общин. На тот момент и Алта-Ребе, который является одним из лидеров общего хасидизма, на тот момент, на время Алта-Ребе, уже хасидизм разделяется на отдельные направления. И Алта-Ребе становится во главе хасидизма Хаббат, которому ваш поконный услуга изо всех сил пытается принадлежать. И Алта-Ребе, это очень парадоксально, что именно он уделяет этому внимание, потому что магит из Мезерича, второй лидер хасидизма, преемник Баальшенкова, у которого все те, которые потом основали свои направления, они у него учились, но, по крайней мере, подавляющее большинство, 100% восточной части хасидизма, он поручил еще до того, как Алта-Ребе стал Ребе, до того, как он стал главой направления Хаббат, поручил написать Шулхана Рух. То есть непонятно, что он написал новую Шулхана Рух, а это Шулхана Рух, который, обычный Шулхана Рух, написанный Рабиосик Каро, был отформатирован, отредактирован, так сказать, с различными добавками, объяснениями, мнениями, которые соответствуют именно тому, что мы сейчас учим, то, что называется хасидскому образу жизни. Эта вот книга, которая уже написана гораздо позже, чем Шулхана Руха Раб, Шулхана Руха Алта-Ребе, написана позже, чем книга Тани, хотя, по идее, она писалась приблизительно на протяжении многого времени, но, по некоторым мнениям, она начала писать послание с момента его освобождения из Петропавловской крепости, об этом мы говорили, этому посвящается второе послание, это еще раз подчеркивает, что они здесь не составлены в хронологической форме, но именно этими письмами он говорит о важнейших аспектах хасидского образа жизни. Если есть, даже можно провести какую-то связь между отдельными главами, хотя они, как я уже сказал, не написаны в хронологическом порядке, то, конечно же, между предыдущей третьей и четвертой главой, или третьим и четвертым посланием бесспорно есть взаимосвязь. Почему? Потому что предыдущее послание нам начинает говорить о заповеди ЦДК, это послание продолжает, и я действительно хочу подчеркнуть, что продолжает, потому что это нельзя его учить без того, чтобы учить предыдущее послание. И если первое послание, которое первая глава, третья глава в этой книге, которая посвящается заповеди ЦДК, и Алта Рэба использует ее как такой тренд для того, чтобы вообще объяснить идею эффекта заповеди на духовные и материальные аспекты мироздания, и потом говорить о тех заповедях, которым включают в этот список заповедей ЦДК, социальных заповедей, взаимопомощи, просто хороших отношений между людьми, и налаживания отношений, ну, в общем, можно так называть социальной взаимопомощью в иудаизме, это не государственная прерогатива, а это прерогатива каждого, обязанность каждого человека, он говорит о особом эффекте, не заслуги, а именно эффекте, который заповедь ЦДК и все, что с ней связано, имеют на наше материальное мироздание. Вторая глава, то есть это четвертое послание, которое мы учим, которое также посвящено заповеди ЦДК, Алта Рэба здесь уделяет внимание тому, какой эффект ЦДК имеет уже не на мироздание в целом, а на каждого из нас, что выполнение заповедей ЦДК меняет в нас с вами. И я хочу сказать, я говорил об этом кратко на прошлом уроке, но это очень важно понять, что не то, что Рэба или вообще там Алта Рэба или вообще Хасиды или другие, неважно, Литбаки и так далее, кто бы то ни был зациклены на деньгах. Нет, нам просто нужно понять, что это была больная тема. Больная тема ввиду того, что евреи жили в черте осердности очень бедно, и при этом взаимопомощи было необходимо в больших количествах, как будто выкуп каких-то заключенных, похищены, какие-то выплаты долгов какому-нибудь еврею, какому-нибудь помещику, где по отношению к евреям закон был не писан, и делали все, что хотели под власть царского правительства в Российской империи, где в основном находился хасидизм, находилась черта оседлости, естественно, это был действительно больной вопрос. А Митсвад Цдакай, Алта Рэба всячески пытается таким образом поддержать, так сказать, encourage, показать, насколько важно выполнение этой заповеди вот этими посланиями, которые он пишет. Кроме того, не забывайте, что к тому времени уже евреи начинают селиться в земле Израиля. Я сейчас говорю еще сто лет до возникновения великого и могучего сионизма. Ближайший друг, ученик, даже в какой-то степени наставник, Алта Рэба, Минакум Мендал из Витебска, он уезжает, и еще с ним вместе 300 еврейских хасидских семей в землю Израиля, и Алта Рэба собирает большие средства для того, чтобы поддерживать еврейское население там, в земле Израиля. Потому что земля Израиля имеет такую особенность, что пока в ней не живут евреи, она не развивается. И только когда евреям нужно пробиваться через все это закостенелость земли Израиля, все это время, все это полторы тысячи лет, где евреи очень мало жили в земле Израиля, и Алта Рэба, Минакум Мендал из Витебска был одним из первопроходцев, это еще, как я сказал, 100 лет до возникновения сионизма, и хасидские общины из Восточной Европы поддерживают эту общину, зарождающуюся хасидскую общину в земле Израиля, собирают огромные суммы. Это, кстати, была и причина доноса на Алта Рэба, что он занимается шпионажем в пользу Турецкой империи, хотя, как мы знаем, Алта Рэба в войне с Наполеоном, да, поддерживает именно Российскую империю, а не французов, а не Наполеона, но наши любимые евреи из невероятной и бесконечной любви друг к другу доносят на Алта Рэба, потому что популярность хасидизма растет, и олдскул иудаизм теряют свои позиции, и доносят на него, что он занимается шпионажем в пользу Турции, как вы знаете, что в то время, ну, Россия практически все время была в состоянии войны с Турцией, отсюда идет заключение Петрофавловской крепости, затем освобождение, которое мы празднуем, 19-го кислево. Ну, а это мы с Божьей помощью в ближайшее время, через полтора месяца практически, два месяца будет, точнее, да, да, ровно через два месяца будет у нас 19-е кислево, хасидский Новый год, об этом мы поговорим отдельно, с Божьей помощью уже in-person сделаем фарбрейгены, никакие политики и остальные, не будем говорить кто, нам, не хочу выражаться в эфире, потому что, как говорит моя жена, все время кто-то слушает, тем более Zoom для этого и придуман, но нам никто не помешает, и мы сможем действительно отпраздновать по-настоящему фарбрейгене, а не чокаться через Zoom. Я сегодня с вами не чокаюсь, потому что я не пью ни суки и не могу с вами сделать лыхаем, а до суки Wi-Fi не достает, и лекцию, он слишком далеко от раутера, поэтому сегодня без лыхаема, но поверьте мне, я его делаю неоднократно в суке, надеюсь, и вы тоже. Теперь давайте вернемся к этой главе. О чем говорит Алтареб? Алтаребе начинает, конечно же, это послание, как это попринято вообще у евреев вообще, когда пишем письма, когда общаемся друг с другом, есть даже такая рекомендация, что когда два еврея встречаются, что нужно начать разговор со слов Торы и закончить словами Торы, и Алтаребе начинает с цитат. Первая цитата, она идет из Рамбама, потом доказывается с пророка Ишаяу, Таилим, но цитаты, которые, говорит Рамбам, валахот, законы подарки бедным, о том, что еврейский народ будет избавлен с помощью цитаки. Во-первых, напоминает, что цитака – это не именно монетки. Мы говорили с вами о кольчуге, что это, в общем, общая идея социальной взаимопомощи в иудаизме. И основа Трамбама – это на цитате из Пророка Ишаяу, где говорится, «вышвия бедцдака из плена будет вызвана с помощью цитаки». Теперь, во-первых, кто такой, кто у нас находится в плену? Можно, конечно, говорить о важной заповеди «пидьон шпуим», «выкуп первенцев», который необходим, можно все отдавать, все собирать для того, чтобы выкупать… Почему выкуп первенцев? Выкуп пленных евреев, которые находятся в руках у неевреев. Есть очень разные интересные истории. Наверняка, если моя жена слушает, то она с удовольствием бы поделилась историей Маорами из Ротенбурга, который отказался, чтобы выкупали, несмотря на то, что собрали огромную сумму, чтобы не собрать прецедент. Но здесь не об этом идет речь. Идет речь о том, что если еврейский народ избавляется, приходит геула, избавление прихода Машеха с помощью цитаки, то тогда идет речь, конечно же, о избавлении из плена еврейского народа. Что имеется в виду плен еврейского народа, это нам придется дальше объяснить. Но Алта-Раби так дальше нам накидывает еще цитаты, которые нам необходимо понять, чтобы ответить, что значит мы. Избавление приходит с помощью цитака. Что значит плен еврейского народа, откуда цитака нас избавляют. И дает еще одну цитату из 85-го псалма, в котором говорится, что цедек, лепанав и аллех, что справедливость цедек будет идти перед ним. Но если мы говорим, что еврейский народ избавляется, избавление приходит с помощью цитака, это значит, что цедек – это то, что должно выводить нас. То есть не сам по себе будет идти, а цедек ведет за собой еврейский народ. Это справедливость цитака. Но тут не используется, Алта-Раби сразу задает вопрос, не слово «гилэх». Мы говорили с вами о тонкости грамматики на прошлом уроке. Можно посмотреть записи, как я уже сказал, на моем канале YouTube, не будем вдаваться в подробности. Но тут добавляется буква «гей» – «егале», что меняет форму глагола. И это значит, что что-то или кто-то идет сам по себе. И кто это, кто идет сам по себе, или что это идет сам по себе. И причем здесь «здака» – это то, что нужно объяснить, объяснить эти странные слова псалмиста. Теперь все это Алта-Раби дальше говорит, что мы объясняем. И в цитате из 27-го псалма, которую, надеюсь, вы уже выучили все наизусть, потому что 27-го псалом «Ледавито Риба Иши», который мы читаем каждый день, начиная с «Вашхода Шилу» до «Олшана Раба», который будет у нас в четверг в течение всех этих праздников и в Шахарисе, и в Минке. Ой, ну, Сахашкина читает в Шахарисе и в Марьеве. Написано другое предложение «Амар льби вакшу панай», и сказал, что «сердце мое просило лица». Теперь здесь Алта-Раби это все перефразирует. Ты говоришь слово «панай», опять же, мы говорили с вами о грамматике, на прошлом уроке не буду повторяться, это те же слова, те же буквы, что слово «пним», внутренняя себя, внутренность, если так можно сказать. И «паним» — это внутренность во множественном числе. И поэтому он интерактует эти слова, что сердце просит чего-то внутреннего, обращается к внутреннему аспекту. И объясняет это, что внутренний аспект сердца — это языки пламени, которые стремятся ко Всевышнему. И мы с вами объясняли, что идея эмоций — это языки пламени, что эмоции, они поднимаются наверх. Мы с вами говорили на прошлом уроке, и Алта-Раби здесь использует, опять же, как и в прошлой голове, придерживается той же стилистики. И использует одну заповедь Цдака, которая называется «Глобальная заповедь». Как говорит Иерусалимский Талмуд, «Митсваз там», когда просто говорится «Митсваза» — просто заповедь, идёт речь именно о заповеди Цдака, о заповеди милосердия, взаимопомощи, социальной справедливости и так далее. Он использует для того, чтобы, в принципе, объяснить эффект. Эффект заповеди на нас, уже не на весь мир, а именно на нас самих, любимых, в этом постоянной борьбе между интеллектом и эмоциями. Понятно, что интеллект находится обычно в голове, а эмоции, они находятся всегда в сердце, и эмоции сравниваются с огнём, потому что эмоции поднимаются наверх, они воспламеняются, они как огонь тянутся к дымоходу, или как Алта Рэба приводит слова Рамбама и книги «Зор» о том, что огонь тянется к какому-то орбите, а источника огня, который параллелен с той орбите Луны и так далее, не будут даваться в подробности. Не бороздим, если мы здесь большой театр кабалой, кабалистическими кораблями, а имеется в виду, что точно так же, как языки пламени, всегда тянутся наверх, понятно, потому что кислород горит, и воздух становится более развязанным, то есть он становится легче, поднимается наверх, точно так же наши эмоции лезут наверх. Куда они лезут? Они лезут к нам в голову. Мы с вами то с прошлого урока, на прошлой неделе говорили, то, к чему Алта Рэба постоянно возвращается, и мы сегодня попытаемся это всё перечеркнуть, но потом, конечно же, к этому так или иначе вернёмся, мы с вами всё время говорили, этому посвящена основная часть книги Таня, первой части книги Таня Ликутея Марим, которая называется «Сефер Шибейнани», книга «Учебник. Как стать средним». Средний человек — это максимальный уровень развития, который может достигнуть любой и каждый. Это развить свой интеллект настолько, чтобы он полностью контролировал эмоции, чтобы эмоции даже не пробивались где-то на уровне подсознания, а все решения, всё, что мы делаем, каждый выбор нас по ситуации был на основе чёткого анализа, понимания, что Всевышний хочет от нас в этом пересечении времени и пространства. И это и есть развитие человека, когда мы развиваем свой интеллект настолько, что он полностью контролирует наши эмоции, то есть не даёт возможность подняться наверх, потому как интеллект, мозг, он всегда влажный, он поэтому считается, должен быть холодным, температура мозга ниже, чем температура тела, и как вода гасит огонь, то нужно, чтобы вот это вот шипение, столкновение огня и воды проходило всё как можно ближе к сердцу, то есть как можно ближе к источнику эмоций, чем к нашему контрольному центру, потому что как только это шипение проходит в голове, мы начинаем делать глупости. И это цель развития человека, чтобы интеллект развился настолько, чтобы он охлаждал постоянно наше сердце, наши источники эмоций. Это совершенно не еврейский подход, о том, что нужно там вот дать волю эмоций, и главное, как ты себя чувствуешь, и твои ощущения, и не нужно вот этого вот застоя консерватизма и так далее, и постоянная осмысленность, у тебя боли, чувств, экспрессия и так далее, это не еврейский подход. Современное искусство – это не еврейский подход. Эмоциональный либерализм и отсутствие эмоциональной интеллигенции, то, как это называет Рав Джонатан Сакс, это не еврейский подход. Еврейский подход – это постоянное осмысление ситуации и развитие интеллекта настолько, чтобы как можно быстрее, как можно чётче в любом пересечении времени и пространства наш интеллект давал указания всем остальным органам тела, как себя вести. То есть думать нужно головой. Любые проявления эмоций к хорошему не приводят. Это цель развития человека. И это то, что говорит Алтарен. Что так, как говорится о вот это вот огне в сердце, он говорит, что на самом деле есть два аспекта сердца. По-простому, внешний аспект сердца и внутренний аспект сердца. Что такое, и мы на прошлом уроке практически полностью посвятили тому, что объясняют, что такое внешний аспект сердца, или, как это говорится в первоисточнике, хитсуниют хале. Так вот, внешний, не внутренний, а именно внешний аспект сердца, это то, о чём мы сейчас говорили. Это сердце, это эмоции, которые управляются интеллектом. На прошлом уроке мы достаточно подробно, хотя вы сказали, многие даже, моя замечательная Рэббитсон сказала, что было непонятно, поэтому два слова, я немножко ещё повторю того, что мы говорили на прошлом уроке, а дальше продолжим по тексту. Мы объясняли, что значит внешний аспект сердца, я бы назвал это действительно, вот это очень замечательным термином, который я увидел впервые в Рау Джонатан Сакса, emotional intelligence, эмоциональный интеллект, когда эмоции полностью контролируются разумом. Как это происходит? Мы на прошлом уроке объясняли несколько терминов. Во-первых, термин идбоненут. Идбоненут в простом переводе на русский язык это медитация или концентрация. Но как мы с вами сказали, в еврейском понимании медитация – это не наоборот, не дать полностью волю своим чувствам, эмоциям и абстрагироваться действительно. Нет. Это попытаться как можно больше в действительности увидеть Всевышнего. На прошлом уроке мы говорили о стакане с виски, сейчас мы говорим о ручке, так как виски у меня нету, я не пью вне, суки. Но еврейская медитация – это взять любой предмет, даже просто ручку, и настолько вытянуть свое сознание в струну, что в самом ручке ты увидишь бесконечное присутствие Божественного Света, Всевышнего, как до кого бы оно там есть, не буду говорить сейчас в очередной раз о всей терминологической структуре. Еврейская медитация – это научиться видеть Всевышнего во всем. Это абсолютно осмысленный интеллектуальный подход. Это не то, что ты почувствуешь. Я знаю, люди много говорят, вот, нужно научиться летать, чтобы отпускало, чтобы там вот… Вот полет мыслей… Нет, это не полет мыслей, это полет эмоций. Когда тебя отпускают, когда ты начинаешь вести себя на основе своих эмоций, того, что ты чувствуешь, обычно мы делаем невероятные глупости. И это называется, уже только не словами Алтареба, это называется не эмоции бьют в голову, а моча бьют в голову. Для этого мы начинаем, мы концентрируем, мы учим, тренируем свой интеллект, чтобы понимать, что значит адекватно реагировать на действительность. Верь, мы, как мы что-либо делаем, у нас есть какое-то сердце, это механизм инпута и аутпута, то есть, это своего рода такой вот чип, такой процессор, который принимает информацию и выдает информацию. То, что обрабатывает эту информацию, это наш интеллект. То есть, что происходит? Мы что-то увидели, увидели, буду говорить, как мужчина, честно скажу, увидели красивую девушку, естественно, глаза глядят, ничего поделать с этим не можно, невозможно, и слава Богу, я еще обращаю внимание на красивых девушек, а они думают, что меня это не касается. Соответственно, идет процессирование на эмоциональном уровне, взгляд и чувственное восприятие происходит через мое сердце, отправляется импульс в мозг, пошел огонь, огонь, огонь пошел, мой мозг должен был развить настолько, чтобы, как я сказал, шипение проходило как можно ближе к сердцу. Я останавливаю те мысли, которые у меня появляются при виде красивой девушки и посылаю уже через процессор вот этого центра управления полетом, который является наш мозг, на процессор, в процессор, в процессор, processing, центр эмоций, input, output, наше сердце, говорю, не смотреть в ту сторону. То есть, это на практике определяет законы такого момента, как называется, шмиратайна, да, нужно следить за своими глазами, следить за своими глазами, куда ты смотришь. Это не значит, что ты не будешь обращать внимания на красивую девушку, а значит, что ты, проходя мимо, обратил внимание на красивую девушку, но ты не остановился и не обернулся, и это не перешло в танец. Это работа мозга, работа сердца, послать импульс мозгу, ответить, сердцу процессировать этот импульс и распространить эту реакцию на все остальные органы тела и пойти дальше. В тот момент, когда эмоции перекрывают наш интеллект, это начинает переходить в танцы. Теперь, как это происходит? Это происходит с помощью тренировки. Мы развиваем свой мозг. Точно так же, как мы развивали в детстве свой мозг тем, что нам заставляли учить стихотворения наизусть, то, что учили таблицу умножения наизусть, нас тренировали устный счет и так далее. Это абсолютно то же самое. Именно такая же техника работает в лутоизме, что ты учишь как можно больше аллахи, именно законодательства. Как, например, мы с вами делаем по утрам, в 10 утра законы благословений, и мы начинаем по-другому смотреть на этот мир. Мы начинаем видеть во всем Всевышнего. Наш мозг начинает тренироваться и процессировать эти моменты, которые мы воспринимаем вокруг, как можно быстрее. И у нас тот сам факт, что у нас возникает вопрос, сказать благословение или нет. А лучше в 3 часа утра позвонить Равину и спросить, что мне сказать благословение на свежитель воздуха. На какое благословение можно сказать на свежитель воздуха? Я сходил в туалет. Это значит, что мы дрессируем свой мозг контролировать свои эмоции. Теперь то, что рождается благодаря вот этой медитации, о которой мы говорили, попытке понять величие Всевышнего, увидеть его во всем, рождается другой термин, который мы посудили с вами на прошлом уроке, который называется твуна. Твуна, у этого нет точного перевода на русский. Твуна – это вот это вот состояние, новое восприятие действительности. Как вы сказали, что во всех своих путях я познаю Всевышнего, где действительно у тебя рождается эта немудрость, это сразу много всего вместе, это понятие твуна. Это и мудрость, и опыт, и понимание всего. Это действительно результат того, что мы называем медитацией, рождается твуна. Твуна – это вот этот вот двигатель, это, так сказать, уже аутпут самого процессора в мозгу, который дальше, чем больше мы его распускаем, вот эта вот твуна больше распространяется по нашему телу и всё ближе приближается к сердцу. И то, что происходит благодаря этой твуне, зарождение эмоций в нашем сердце, которым это может быть абсолютно невероятная любовь, это может быть абсолютно ненависть, это по идее, то, что мы говорим, святости, это рождение в нашем сердце интеллектуальной любви и трепета перед Всевышним, если это в радости, если это в святости. Но мы точно так же, я могу привести пример, как это работает в обратном, как мы неоднократно с вами говорили о том, что злость, энго, вот эта вот какая-то обида на кого-то, она развивается благодаря тому, что мы себе что-то придумываем. И мы себе надумываем, мы всё время обдумываем о том, что вот моя соседка там сделала, или Равин там мне что-то не то сказал, или мне вовремя не дали бесплатный кошерный паёк и так далее. Мы начинаем, вот меня не любят, со мной никто не считается. И вообще, все эти писаты, они придумали коронавирус, а коронавирус, он такой страшный, мы всё время слушаем эти новости, сидим, думаем, думаем, думаем. У нас рождается то же самое, что называется твуна, только она теперь основана именно на эмоциях. Мы дали нашим эмоциям прийти в мозг, а не мозгу спуститься в эмоции. Но рождается тот же самый механизм, который называется твуна, который дальше порождает эмоции, которые уже приводят к аутпуту, к тому, что тем импульсам, которые из мозга переходят в сердце через эту твуну и дальше распространяются на всё тело. То есть мы с помощью интеллекта можно породить себе невероятные чувства, невероятные эмоции. Сколько раз мы говорили, что любовь к ближнему, любовь к своему партнёру, она должна быть осознанным, мы над этим работаем. Это не эмоция, это состояние, которое вырабатывается, это вот эта твуна, которая развивается. Но всё это называется хитсонию талэх. Это внешний аспект сердца. Это то, в чём мы себя уговариваем. Это замечательно. У этого есть много замечательных аспектов. Это то, к чему мы должны стремиться. Это то, чему посвящена вся книга Ликутая Марим, первая часть Тани. Но это всё лишь только внешний аспект нашего сердца. Это то, как мы себя натренировали, развили, образовали, надрессировали. Это только внешний аспект сердца. А что же такое внутренний аспект сердца? Пока что всё, что мы описали, это укладывается полностью в канву того, что говорит Алтар-Эбе Дотова. Но Алтар-Эбе говорит, что есть два аспекта. Получается, второй аспект это что-то совершенно другое. Давайте прочтём немножко, сколько у нас осталось времени по тексту и попробуем в этом разобраться, насколько у нас хватит на это время. «Пнимию талэх» я читаю в четвёртой главе после точки. «Выпнимию талэх» и внутренний аспект сердца. «Ги аныкуда шевыпнию талэх» «Веумка длиба». Это точка в нашем сердце, которую мы называем «глубина сердца». Очень интересно, что мы прямо сейчас с вами это учим, потому что мы уже коснулись 27-го псалма, и сейчас через пару строчек мы коснёмся, если я правильно помню, 130-го псалма. Если вы помните, то 27-й псалм говорится «весь месяц Элул» и затем «Тишрей» до «Ашана Раба», который будет в пятницу. Но в 10 дней раскаяния, когда мы занимаемся самоанализом, раскаянием, в 10 дней раскаяния между Рошана и Йом-Кипуром, мы в молитве «Шахарид» добавляем перед Борху, если вы помните, в Санагоге мы говорим это всегда за ведущим молитвы, перед Борху, после Иштаба, перед Кадишем, мы говорим 130-й псалм, который и начинается с словом «Ширамаалот мимамаким каратихаашем» «Пези ступеней» «Из глубин взывал я к тебе Всевышний». Естественно, не идёт речь о том, что нам нужно залезть в какой-нибудь Грэнд Кэннион или какой-нибудь ущелье в Югдии на севере Израиля и оттуда начинать кричать Богу и там молиться. Нет. Идёт речь именно из глубины сердца. Вот то, что мы пафосно называем глубиной сердца, это и есть внутренний аспект сердца, и он к мозгам не имеет никакого отношения. что это гораздо выше, два раза упоминается, выше и выше аспекта разума и вот этого твуна, понимания, сознания, мудрости. Больше, сколько бы человек не концентрировался и не медитировал в своём сердце над величием Всевышнего. То есть, говорит здесь он не говорит, что есть обратная сторона вот этого интеллектуального подхода, это нечистота, да, как мы говорили, что то, что работает на эмоциях, оно не работает. Нет. Если, давайте постепенно, потому что у меня уже мысли идут дальше, я забегаю вперёд, да, что это за внутренний аспект сердца? Это то, что он говорит выше и выше, гораздо выше, чем интеллектуальный. То есть, это не обратная сторона, это не два, две части сердца, о которых говорит Алтар Эббель, правое и левое, где правое — это место проявления божественной души, а левое — это источник животной души. Нет. Это какой-то образно, длинносказательно говоря, внутренний аспект сердца, который не поддаётся никаким медитациям, никакому осознанию, никакому анализу, никакая твуна туда не добирается, и познать вы на этом уровне. Величие Всевышнего невозможно, потому что мозгов там нет. Это твоё настоящее «Я». Это то, что является по-настоящему человеком. Это внутренний аспект сердца. Как это понятно? Мне кажется, Алтар Эббель дальше будет здесь приводить тоже примеры, мы, надеюсь, до него сегодня дойдём, в скобках, но я попытаюсь объяснить до того, как мы перейдём к тексту, по крайней мере, как для меня это понятно, что такое внутренний аспект сердца. Причём мне будет очень сложно объяснить это в положительном или в отрицательном смысле, потому что неоднократно я стараюсь придерживаться этого подхода, чтобы как можно больше действительно был интеллектуальный подход. И это и есть иудаизм. Иудаизм он интеллектуальный, как один мой знакомый недавно сказал, иудаизм — это религия для взрослых, а не для детей. Почему? Потому что внутренний аспект сердца — это сгусток эмоций. И этот сгусток эмоций на самом деле направлен абсолютно ко Всевышнему. Это не наше животное начало, которое поднимается в голову и бьёт туда, как моча в голову, вот эти вот эмоции. Над этим, да, нужно работать, развивать внук и подавлять эти эмоции, но где и тогда мы покрываем, то, как говорится, то, что называется внешний аспект сердца — хитсуниюта лев, но где-то за этим находятся настоящие эмоции, настоящие эмоции к Всевышнему, всепоглощающая любовь, где у нас есть любовь интеллектуальная, но гораздо более высокий уровень это то, что называется аавакирашпейэш. Опять же, если верно, любовь как языки пламени. Это не интеллектуальная любовь, это не те эмоции, которые мы вырабатываем, а это те эмоции, то наше «я», еврейское «я», которое заложено в нас еще со времен наших праотцов Авраамовиц и Каеякова. Это вот это «я», опинталои, то, что называется, которое у нас на новом заложено, она не эта точка, она интеллектуальная, она именно эмоциональная. Это состояние абсолютного взрыва эмоций, который уничтожает полностью на самом деле твое «я» и полностью направлено ко Всевышнему. Не потому, что ты понимаешь его величие, а это какое-то пересечение черты, это какая-то красная кнопка, которая нажимается и все взрывается. Это какое-то абсолютно неосознанное чувство принадлежности, единства со Всевышним. Почему же иудаизм тогда это религия для взрослых? Потому что, когда мы маленькие дети, у нас есть, может быть, привязанность, это первый вариант примера, который я хочу объяснить, который дальше будет говорить в «Алтер-Эбе», привязанность к какой-нибудь игрушке, абсолютно бессмысленной, к какому-то там, вот мы с детьми смотрели недавно, фильм называется «Инола», про сестру Шелла Коконса, там по серии книг. Так вот, у нее была такая маленькая игрушка, мышонок, сделанный из шишки. Сейчас бы дети мне напомнили, потому что они лучше запоминают такие вещи. У тебя есть когда-то абсолютно иррациональная привязанность к этому, просто потому, что ты ребенок, потому что твое восприятие, оно действительно эмоциональное, твой интеллект еще не развивается, именно поэтому бармиться, оботмиться только в 12-13 лет, возраст воспитания, образование ребенка начинается в 9 лет. До этого это должно быть именно эмоциональное восприятие. Я сделал что-то хорошее, мне дали конфету. Это вырабатывание, именно тренировка инстинктов, до того, как эти инстинкты начинают процессироваться в мозгу. Но когда у тебя забирают этого мышонка, вот эту вот твою любимую игрушку, у тебя связь с ней абсолютно иррациональная, у тебя хорошо на душе от нее, не потому что это действительно приносит, вырабатывает какой-нибудь мелатонин у тебя, меланин у тебя в мозгу. Нет, это твое, вот твое яд, твое любимое, твое задрыпанное, какой-нибудь мышонок или медвежонок, или какая-то собачка, или я не знаю еще, или любимая ложка, или любимая тарелка, или стульчик, на котором ты сидишь, без которого ты не можешь кушать свою кашу. Когда у тебя забирают, ты начинаешь орать, кричать, бить ножками, ручками, какать в памперсы и мимо, потому что у тебя что-то забрали. Это у тебя эмоции вырываются без контроля. Это когда идет речь о ребенке. Но когда идет речь о взрослом, мы, к сожалению, в этом мире оперируем, себя ведем в соответствии с тем, что нам навязывает общество. Ничего плохого в этом нет. Но еврейское законодательство в большой степени регулируется именно мнением общества. Человек должен себя правильно преподносить обществу. Если ты еврей, знай, что ты представляешь весь еврейский народ, и поэтому ты, соответственно, должен себя вести. Если ты религиозный еврей, то знай, что даже евреи тебя во всем обвинят, и ты будешь всегда виноват во всем, поэтому ты должен вести себя соответствующе, потому что если ты выходишь в грязной рубашке на улице, то будут все говорить, что евреи, они все замурзанные, и не моются, и так далее. Ты ведешь себя в соответствии с рамками навязанного тебе общества. Это работает так, как мы с вами сказали. Есть внешние факторы, которые мы воспринимаем, они перерабатываются у нас в голове и дают сигнал сердцу нашему процессору Алкута о том, как себя вести. Это называется хитсуниюталет. Это оболочка, это пэкэджинг, это обертка. Ничего плохого в этом нету. Это то, к чему должны стремиться. Не нужно думать, что у нас прямо вот мы так сейчас дадим волю своим эмоциям, и мы сразу взлетим на небеса, и у нас крылья вырастут на спине. Нет. Скорее всего, на данный момент, если мы дадим волю своим эмоциям, мы наделываем кучу всякой гадости, ерунды, и всем от этого будет плохо. Поэтому Алтаревы говорят, что в первую очередь нужно тратить мозги, нужно разрабатывать свой внешний аспект сердца. Но где-то внутри есть, за нашим животным началом, где-то в глубине заложен вот этот сгусток эмоций, который называется пинтолиид, который, когда его задевают, люди делают абсолютно несуразные вещи именно в святости. Сейчас, например, который приводится по этому поводу, это действительно известная история, где в Иерусалиме, в районе Гело, маленький ребенок вышел из автобуса, который там со школы отвозил, уже не помню, или здесь, уже не помню. Короче, история, что ребенок попал под машину, и мама, крупкая еврейская женщина, подскочила, подняла эту машину и достала ребенка. Понятно, что в драматном состоянии она не могла это открыть, но в тот момент, когда нарушают, когда что-то тебя, когда забрали твоего мышонка, когда задели тебя за внутреннее что-то, что-то, что-то являешься самым я, ты раскрываешься из силы абсолютно несусветные, абсолютно не укладываются ни в какие рамки восприятия, и в здравом уме и сознании ты никогда бы это не делал, и ты нарушаешь все устои общества, все рамки дозволены, но ты готов на все. Это и есть самопожертвование. Это когда мы не считаемся, когда что-то, что происходит, нас затрагивает настолько глубоко, что мы не считаемся ни с какими рамками, которые мы себя вставили в этом социуме, или социум нам навязал, а происходит абсолютный взрыв. Вот это вот действительно внутренняя атомная реакция, которая разносит на своем пути все. Это и есть проявление бесконечного божественного света, которое является, когда наша душа является неотъемлемой частью на этом уровне ехида, и тогда все рамки ломаются. Наша цель, это не в том, чтобы все разрушить, это все исправить. Теперь во внешнем аспекте, в этом аспекте сердца, интеллектуальных эмоциях, emotional intelligence, то, что я сказал, это может быть, это не обязательно быть очень умным человеком. Для того, чтобы развить свой внешний аспект сердца, нужно просто то, что ты себе надумал, то, как ты себе это представляешь в мозгах, навязать это своим эмоциям, как была такая целая профессия магитов, которые ходили по разным местам и рассказывали, какие всем умели прочувственно сказать, как евреи, они плохо себя ведут и так далее. И рассказывали там, хасиды любили шутить про какого-то магита, у него была прочувственная речь, когда он всем рассказывал, что на самом деле на небесах Бог — это огромный гусь, который может укусить за попу и будет больно, и все просто трепетали. Это интеллектуальный подход. Это значит, что ты где-то себе в голове придумал картинку какого-то большого гуся, который тебе будет плохо. Рабам Нанитс, как один из класснейших таких магитов, ораторов, притчеров и так далее, он всем уговорил там тысячи, сотни, сотни тысяч людей. Он всем объяснил, что наверху там есть какая-то сковородка, печь 800 градусов, где вас будут жарить, если не будете срублять ору и заповеди. И теперь, что это рождает? Это рождает эмоции. Человек, когда хочет что-то сделать не то, он сразу, его метрикс считывает ему этот 800-градусный сковородку, на которой он будет жарить, и он не будет ничего делать плохого. Это замечательно, это прекрасно. Просто человек развивает свои мозги и постепенно немножко по-другому начинает воспринимать Бога, а не просто как гуся в небе, даже если он очень большой. Это не имеет никакого отношения к внутреннему аспекту сердца. Другой человек, который разобьет свой интеллект настолько, что на интеллектуальном уровне будет понимать именно величие Всевышнего, понимает, что Всевышний больше, чем всё, что мы можем себе представить, и это породит в нём трепет и любовь ко Всевышнему. Но это всё выработанные эмоции, это всё дрессировка. Где-то в каждом из нас есть эта точка, которая совершенно не связана с интеллектуальным пониманием. Это не взрыв эмоций, потому что мы представили себе этого гуся или эту сковородку, или действительно поняли о том, как Всевышний ограничен и безграничен одновременно, и как он наполняет весь этот мир абсолютно одинаково. Нет, оно независимо ни от чего. Просто, но опять же во внешних, а может быть не обязательно во внешних аспектах, что-то должно произойти, должен быть бесспорно, который триггер, который сорвёт всю эту оболочку, и только герои снимают рашпилем грим, полностью снимет всё, что мы собой представляли, всё, что мы себя строили, не только в материальном, но и в той заповеди точно так же, и будет какой-то невероятный взрыв, который покроет собой, просто разнесёт всё в дребезги. Вот это вот, это и есть пневию талет. Давайте прочтём дальше по тексту после моего длинного папостного объяснения двух примеров, как объяснять всё-таки это алтарэба. К моши гату, как сказано в псалмах, имеется в виду не из глубины из ущелья, как я уже говорил, а именно из глубины сердца. Этот псалом, 130-й псалом, он называется «Общий псалом». Это псалом, которым мы говорим, когда, не дай Бог, нас постигают какие-то несчастья, горе, как на личном уровне, так и на глобальном уровне, когда, не дай Бог, мы теряем близких людей, когда мы приходим на кладбище на поминальную церемонию, когда мы просто приходим на кладбище и в могилу наших близких мы говорим эти слова, потому что они действительно это тот момент, когда нарушается вот это вот наше нормальное восприятие действительности, всё хорошо, происходит трагедия, которая у нас забрали что-то, что было наше, когда мы теряем наших близких, мы говорим этот псалом. Этот псалом говорит так же, когда глобальные трагедии постигают нас Как я неоднократно говорил, ваш покорный слуга знает его наизусть не только потому, что он очень короткий, и в нем в этом 130-м псалме всего 8 предложений, но просто так сложилось, что много лет назад, когда я еще учился в Вишевате Хонит, то, что называется здесь, в Вишевате Хайску, в Вишевате Хорегу Рушалаем, то это было очень тяжелое время для еврейского народа, которое, слава Богу, уже давным-давно прошло благодаря и нынешнему премьер-министру Израиля, я бы сказал, в первую очередь его политике и правительству. Но был действительно очень, так называемый был мирный процесс в Израиле, что после этого мирного процесса борьба за мир была такой, что действительно взрывались автобусы и убивали ни в чем не повидных людей практически каждый день. Я говорю сейчас о начале 90-х годов, 93-й год. И когда происходили такие трагические события, то мы в Вишеве после молитвы добавляли этот псалом с просьбой к Всевышнему, чтобы эти трагедии наконец-то прекратились. К сожалению, вы добавляли его настолько часто, что просто вы выучили наизусть. И это и есть идея этого псалма. Мы в этот псалом говорим, когда мы обращаемся, ну вот что-то нас задевает заживое. Задевает заживое — это действительно правильный термин, когда мы вскрываем эту внешнюю оболочку сердца, которую мы воспитали своим интеллектом, когда мы всё делаем правильно. Но иногда нужно взорваться. Иногда нас задевает действительно, когда отмоса — не могу больше, не могу молчать. Вот задели — и всё. И пошло, поехало, порвёшь на себе тельняшку в прямом и переносном смысле. И с самой глубины сердца мы ум кадылиба. Именно поэтому этот псалом, жалко, что мы этот отрывок не читали ещё две недели назад, когда были 10 дней раскаяния, это и есть идея тшувы. Потому что тшува, раскаяние, возвращение к тому, как мы говорили с вами в Йом-Кипуре, в Рос-Шанайе, в Шаббат-Шава — это вещь абсолютно нелогичная. Потому что по порядку снисхождения Божественного Света, как это работает, как всё Божественное творение духовное, материальное, оно модифицируется после каждого нашего действия, никакая тшува не поможет. В тот момент, что ты сотворяешь, делаешь какую-то гадость, в тот момент, когда ты делаешь какое-то нарушение, как мы с мамой говорили, тшува переводится не как возвращение, не как раскаяние тем более, тем более не как покаяние. А тшува — это вернуть Бога на место. То есть Бог создал это огромное мироздание из бесконечной перемунтации 22 букв библейского алфавита. В тот момент, что мы что-то нарушаем, мы берём эту букву и забираем из этого мироздания. Но так как Всевышний творит этот мир каждое мгновение заново, то этот мир моментально модифицируется, этого места уже нет. Тшува — это та шува, вернуть эту букву на место. Но этого места уже нет, уже мир изменился. И поэтому логически тшува не работает, она не может быть раскаянной. Ты не можешь раскаяться о том, что ты делал, потому что поезд ушёл. Уже мир модифицировался, матрица изменилась. Но именно поэтому мы читаем этот псалом «Десять дней раскаяния» каждый день во время утренней молитвы, потому что мы должны найти для того, чтобы тшува работала, это должен быть взрыв. Должен быть что-то, что весь этот мир взорвётся от того, как мы хотим приблизиться к Всевышнему. Все буквочки Матрикса разрушатся, всё перемешается, и Всевышнему не будет другого варианта, как воссоздать этот мир, как он это делает в каждом мгновении заново. И в этот момент главное его не опустить, вот эту букву, которую мы засунули из его мироздания, вернуть на место, опять же, в этот скрабл Всевышнего, из которого он делает этот большой мир. И тогда Всевышний уже ту букву, которую вы забрали, он её использует, и эта буква возвращается на своё место после того, как вы её оттуда забрали, когда сделали какое-то нарушение. Это значит шува. Именно поэтому в «10 дней рассказания» мы читаем этот псалоп, потому что произойти это должно из самой глубины сердца. Там заложена эта атомная реакция, это раздробление частиц, это точка, это самый маленький элемент нашего мироздания, где за эмоциями нашего животного начала, происходящего сердца, подавляя поднимающийся мозг, с которым наш мозг должен постоянно бороться, за ними на самом деле заложена эта точка. И в кавалитических терминах это просто объяснить. Потому что всё, что мы говорили, мы говорили, начиная со сферат хохма. Это начало отчёта, это начало интеллектуального восприятия, это называется мир тикун, это тот момент, когда 10 сферот структуризированы, и всё упорядочено. Это работа хохма, мудрость, начало муки, начало мироздания, мудрости открываешь ворота. Это начало модификации, мы исправляем наши эмоции. Но это только внешний аспект сердца. Эмоции сами по себе, или вы говорите, это как животное в начале, они происходят из мира тоу, мира хаоса. Именно поэтому лезут всё время наверх, потому что там нет порядка, нет кто идёт за кем, а все лезут наверх. Но где-то этот мир хаоса находится в духовной иерархии выше, чем мир тикун, мир исправления, выше, чем сферат хохма, выше, чем наш интеллект, который постоянно-постоянно структуризирует эти эмоции. Соответственно, за ним где-то и спрятана эта точка, спрятана эта моя линия и моя черта, как говорил Кинчер, и спрятана эта красная кнопка, на которую, когда нажимаешь, вот это из глубины сердца происходит этот бесконечный взрыв, и это называется чуба, это называется тремию талек, глубинный аспект сердца. Как это понять, что с этим делать, как это кушать, это мы обсудим с вами на следующем уроке, на этом мы сегодня остановимся. если у вас есть какие-то вопросы для тех, из тех, кто смотрел на фейсбуке, я с удовольствием на них отвечу, оставьте комментарий к этому видео, если вам было интересно и даже не интересно, поделитесь, можете мне гадость писать мне по барабану, мне даже нравится, когда мне очень гадость есть, можно поотвечать на них, записи этих уроков есть на моем канале ютуба, подписывайтесь, Саша Раджу, все очень просто. Всем пока на...